Но вот мы просто сейчас уже наблюдаем, вот антисемитизм больше не может сидеть в том подвале, в который он был усажен в 90-е годы, он уже перегрыз все ревки, и он уже выбирается наружу, причем выбирается, как я понимаю, гласно, легально, с общественного и государственного одобрения, судя по работам, например, откровенного нациста Проханова, который радуется, что каких-то там вот этих, вот он показывает, режиссеров, сменили русские мальчики. Но надо сказать, что все равно антисемитизм пытается быть аккуратным и незаметным, потому что вот эти все фокусы с выкидыванием еврейских детей из окон, которые были популярны во времена Николая Крабалова, они были возможны только до появления Масада и только до появления Израиля, потому что если бы Крабалова и Коля-2 попробовали бы такие шутки с еврейскими младенцами сегодня, то на следующий день, проснувшись, он бы в хойке нащупал незнакомое тело князя Юсупова, а израильскую ракету Дали, которая была бы его последним будильником. Это же у евреев абсолютно отключается чувство юмора, когда речь заходит об антисемитизме. Поэтому вот очень интересно, как будет проявляться, а он не может не проявиться. Это существеннейшая, я бы сказал, компонента секты, идеологии секты русского мира.